Друзья, всем привет! Что же, не думал, что придется когда-либо говорить о подобного рода вещах в моих эфирах, но вот эта история, которую я сейчас с вами поделюсь, она выходит за любые рамки общепринятой морали, даже несмотря на всеобщую толерантность украинского общества, ратифицированную в Стамбульскую конвенцию и, скажем так, нормального, ровного отношения к правам людей, исповедующих нетрадиционные ценности в нашей стране. Эта история выходит за рамки, потому что это история про чиновника, который за деньги бюджета возит своего секретаря или секретаршу, я не знаю, как они там располагаются или распределяются их роли, по заграничным командировкам, селит в лучшие отели, представляет во время своих выездов за границу, а ведь сейчас чиновники не могут выезжать за границу, кроме как в командировки и на официальные выезды, представляет как своего ассистента и работника офиса правления НБУ, человека, который является его бойфрендом. Вот простите за прямоту, бойфренд главы национального банка Пышного за счет государственной казны ездит с пышным по командировкам, живет в лучших отелях мира, питается в лучших ресторанах, и это все оплачиваем мы. Те же самые люди, которые каждый день сбрасываются на дроны, пикапы, турникеты, протезы, помогают армии победить в войне, пока мы делаем вот это, они делают вот то, о чем я сейчас вам расскажу, причем расскажу максимально доказательно. Подписывайтесь на канал Дубинский в ютубе, Дубинский про в инстаграме, в телеграме, в фейсбуке, в твиттере. Здесь все ради Украины, все ради победы и все ради того, чтобы определенного рода, не хочу сказать плохое слово, любители определенного рода нетрадиционных отношений за госсчет возили своих секретарш в зарубежные поездки. Внимание! Вот на этой фотографии я обвел красным кружком молодого юношу по фамилии Сергеичук. Виталий Сергеичук находится с Андреем Пышным рядом во всех его заграничных командировках. Он ездит навстречу в Вашингтон, в Женеву, в Нью-Йорк, в Варшаву, и визитит рядом с Пышным, делая вид, что он его ассистент. Ассистент, который чем-то помогает главе Национального банка. Понятное дело, любой чиновник имеет право на ассистента. Только в данной ситуации мы имеем дело не просто с ассистентом, а с бойфрендом Андрея Пышного, который оплачивается полностью за счет средств государственного бюджета. Причем Пышный, чтобы возить с собой в командировке своего друга, молодого друга, идет на откровенный обман. Вот, например, во время встречи с руководством Национального банка Польши, это банк народовый польский, представляет Сергеичука как работника офиса правления Национального банка Украины. Вот этот вот Сергей Чук никогда в жизни не работал в офисе правления Национального банка Украины. Я отправил соответствующий запрос, и в составе работника офиса правления такой фамилии не значится. Я отправил еще несколько допросов, на допросы Пышный сходит позже. И установил, что Виталий Сергеичук является советником Андрея Пышного на общественных началах. То есть, вроде бы как секретарша, а вроде бы как в составе сотрудников Национального банка не числится и, более того, зарплату не получает. Как же получается тогда, что вот эта секретарша посещает с Пышным все международные форумы, повторюсь, потому что чиновникам высокого уровня запрещено выезжать из Украины, кроме как по рабочим задачам. Поэтому приходится оформить своего бойфренда в качестве своего помощника и возить его типа в командировки, а так как это советник, приходится таскать его на официальные встречи. Так вот, что самое интересное, я выяснил, так вот то, что помимо отсутствия заработной платы у Виталия Сергеичука, он еще и ездит во все эти командировки за счет средств Национального банка Украины. Посещая за границу за счет средств Национального банка, Сергеичук себе ни в чем не отказывает. Только в этом году на его поездке вместе с Пышным израсходовано практически 10 тысяч долларов, 350 тысяч гривен из бюджета Национального банка Украины. Но так как Сергеичук нигде официально не числится, он должен официально числиться, он должен помимо, скажем так, личных услуг оказывать еще какие-то другие. У него будет штатное расписание, инструкция, время прихода и ухода из Национального банка, контроль доступа. Его нужно оформлять официально и требовать с него официальное трудоустройство, официальную работу. Он ее делать не может. Поэтому вот этот неофициальный советник, как выясняется, получая за счет НБУ возможность ездить со своим руководителем, я не знаю, кто их там руководит, кем, в эти поездки, он по закону должен компенсировать понесенные Национальным банком расходы на свои поездки. Так вот, когда я направил запрос в НБУ о том, что же это за бойфронт у Пышного и почему он ездит за госсчет в различные командировки, Сергеичук срочным порядком компенсировал НБУ 350 тысяч гривен, потраченные на его воежи. Именно в тот день, когда я отправлял запрос на Збанк, когда он, вернее, туда пришел. Представьте себе картину. Есть руководитель Национального банка, воюющий страной, который устраивает, ну, может, действительно, он его ассистент, он устраивает свою секретаршу в должности советника на общественных началах, чтобы с нее не могли ни за что спросить, и не спрашивали ее квалификацию, не проводили по ней специальные проверки, не выясняли, какую информацию она имеет доступ, эта секретарша. Устраивает ее секретарша на общественных началах, советником, начинает возить с собой везде, где только хочет, платит за ее поездки за счет бюджета Национального банка Украины, за те деньги, которые не попали на фронт. Ай, говорит, ну, о том, что потом, когда там надо будет вернуть, эта секретарша за счет своих сбережений деньги вернет. Представьте себе, неработающий человек, проводящий все свое время с главой НБУ пышным, вдруг откуда ни возьмись, достает откуда-то, непонятно откуда, не работая нигде, вернее, работая без зарплаты, 350 тысяч гривен и компенсирует их НБУ во время войны. В чем это говорит, друзья? Это говорит о схеме. Во-первых, зарплаты в конверте, которые получает ассистент Пышного, и наглой схеме, собственно, оплаты услуг секретарши, бойфренда, ассистента, как хотите, так и называйте, главы НБУ за счет нас с вами. Я, в общем-то, мне кажется, привел достаточное количество фотографий, чтобы вы убедились в том, что этот парень неоступно следует за Пышным. Привел фотографии ответом на запросы НБУ. Также в моем распоряжении есть ордера на погашение средств, которые Назбанк потратил на господина Сергея Чука. И я, обладая вот этим вот всем массивом данных, утверждаю, что это не просто секс-скандал, это секс-скандал за государственный счет. Поэтому я обратился в государственное бюро расследования с требованием открыть уголовное дело против Пышного, который за счет средств бюджета оплачивает свою секретаршу. И установите, из каких доходов секретарша Пышного потом после кипиша погасила расходы на свои поездки Национальному банку Украины, вернула деньги в бюджет. Это не просто превышение должностных служебных полномочий и нецелевое расходование средств Национального банка. Это зашквар. Причем зашквар такой, знаете, законтаченный. Назовем это так. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе. Эта тема обязательно будет продолжена. Если ДБРовцы будут жевать сопли и не откроют уголовное дело, ну, знаете, люди с нетрадиционными ценностями могут быть не только у нас в банке, но и в ДБР вполне покрывать друг друга. Мы обяжем их это сделать через суд. Общественный суд над подобного рода активистами и пассивистами. Будьте здоровы, все будет Украина. Пока.